В этом ролике просто хочу показать дорогу от того места, где я живу, на Кеге-Люэла, до карьера, до тех мест, куда я обычно катаюсь здесь, ну, просто так гуляю. Все как здесь выглядит, ну, такое чисто познавательное видео. Вот это окраина города, такая, знаете, район за железкой. Обычно самый неблагополучный, но реально его тут считают одним из самых нехороших районов города. Такой уже совсем на окраине. Вот это вот остановка, с которой можно уехать куда-нибудь на автобусе по городу. И здесь, вот видите, постоянно приезжают фуры, потому что это основная дорога с Москвы на Ригу. То есть здесь всегда вот будут эти автобусы, которые Москва-Рига. Ну, и это одна из основных трасс. Поэтому здесь всегда довольно пыльно и неприятно. Да, тут места не самые хорошие для жизни. Я, если честно, не всегда понимаю, как вот эти люди живут тут прямо рядом с шоссе. Особенно вот с учетом того, что здесь действительно довольно пыльновато. А мы сейчас уже подъезжаем к железке, к железной дороге. Вот. И эта железная дорога, это тоже такая прямой путь из Беларуси в Ригу. Вот. Перешел в железку. Она на вид сюда уходит, на Ригу. Здесь всего одна клея. И эта дорога на Даугупилс в том числе. Здесь же ходили поезды Питер, Рига. Ну, то есть такое очень востребованное место. Вот. А сейчас поедем по одной из центральных улиц. Городка Круспилс. Ну, это раньше был городок. Сейчас это просто часть Екапилса. Вот. Покажу тоже, как выглядит здесь одна из улиц. По ней тоже, к сожалению, ходят фуры. Но ее реконструировали. Вот. Буквально, может быть, на Ковиде несколько лет назад. Поэтому она в неплохом состоянии находится. Но все-таки шум здесь продолжается. Вот. Тут велосипедисты в основном ездят. Люди иногда ходят. Но такая, она не загруженная с точки зрения людского потока. В основном тут, конечно, машины проезжают. Можно вот посмотреть на качество того, как она сделана. Все довольно неплохо, согласитесь. Вот. И здесь плитка. Она такая гладенькая. И позволяет кататься на самокате. Потому что дальше будет, уже ближе к центру города, будет слишком рельефная плитка. Она мне не нравится. То есть, слишком все дрожит. Стремновато ездить по ней, откровенно говоря. Вот. Я продолжаю ехать. Тут, видите, дома в основном одноэтажные, деревянные. Некоторые так подновленные. Некоторые в довольно нехорошем состоянии находятся. Но это понятно. В основном по таким маленьким городам есть отток населения. Дело в том, что граница открыта с Европой и зарплата выше во многих других странах. И у меня среди родственников куча людей, которые проживают тут, уезжают часто в Европу на заработки, либо к своим родственникам, которые там уже давно живут. В основном здесь это Англия, Германия, Ирландия. Ну, кстати, Англия раньше. Сейчас тут сложнее, потому что они вышли из Союза. Да, вот Brexit у них был. Ну, вот смотрите. Сторонние улицы туда уходящие. Тоже довольно аккуратные. Ну, грунтовых улиц тоже, кстати, довольно много осталось. Из-за этого и пыль. Из-за этого вот на многих машинах можно увидеть такую грязь. Потому что грунтовых улиц до сих пор много. Вот. Мы уже, кстати, подъезжаем к центральной части. Круспелса. Повернем на мост потом. Это единственный мост на много километров через Даугову. Ну, вот тут, собственно, переход. Сейчас мы перейдем. Оп. Вот видите, в ту сторону могу показать. Тут везде такие попурчатые штучки. Для тех, у кого со зрением проблемы. Ну, и просто, чтобы выделить как-то переход рельефом. Ну, и чтобы я, например, притормаживал. Но это сейчас заставляет меня спотыкаться. Ну, вот видите, здесь пошла уже эта более рельефная клитка. По ней сложнее ехать. Ну, больше шума. Соответственно, вы будете постоянно слышать вот этот шум сейчас. Но что поделаешь. Вот так будет. Вот. Видите, вот это заезд на мост. Туда уезжаем на мост. А эта дорога прямо-прямо в сторону вокзала и замка. Знаете, наверное, даже я вам пока такая хорошая погода. Мы проедемся в сторону замка. И я покажу, как выглядит эта дорожка туда. Вот здесь сейчас делают отель. Вот это здание будет отель. Ну, вот еще одна из улиц, уходящая в сторону. Видите, здесь довольно такой большой поток этих фур. Потому что в Круспилсе, в Екатусе пересекаются основные дороги. Вот. Сейчас проедем в сторону замка. Я вам покажу, как тут все устроено. Ну, то есть, по сути, мы едем по центральной улице Круспилса. Это Ригас Эла. Она тут вот одна такая крупная. Есть еще сторонняя. Ну, туда тоже, может быть, заедем на Дарза Эла. Вот, пожалуйста. Вот здесь вот рыночек, мини-рыночек. Здесь торговый центр Риме, мини-Риме. Ну, и сейчас проедемся по такой исторической части, центральной. Тут очень много зданий осталось с 19 века. Вон там кафе впереди, Лауку Шик. Лаукус Шик. Деревенский Шик. Ну, и вот этот вот торговый комп с Риме, в который мы часто ходим. Ну, там покупаем всякие продукты. Риме хороший магазин. Пиво там есть хорошее. Ну, видите, туда вот уходящая улица. Сторона тоже сделана неплохо. Ну, мы поедем по центральной. Вот с той стороны. Буквально через один дом там Даугово уже река. Ну, а здесь улица вдоль Даугово. Ну, вот продолжаем ехать. Здесь, видите, довольно сильная концентрация всяких супермаркетов, парикмахерских и прочего, потому что это самый центр вот той части, которая называется Круспилс. Вот. А с другой стороны Даугово, вот там вот, там Екапилс. Вот. Когда-то это было два разных города, но в советское время их объединили. Сегодня, конечно, погода шикарная, солнечная. Самое то, вот, поснимать город в его красивом виде, да? Хорошую погоду я подобрал. Надо было в дождь снимать, чтобы все изъяны чувствовались. Но по поводу дождя... О, кстати, немножко капрома. По поводу дождя тут хорошие ливневки. То есть даже видно уклон к разноуклонной дороге. То есть, в принципе, с точки зрения ливневок все хорошо сделано. Вода быстро утекает. С этим нет проблем. Видите, здесь можно посмотреть старую каланчу. Ну, пожарная часть, видите, которая не действующая. Здесь явно были заезды для машин. Но сейчас все переделано. Это другую функцию несет здание. Ну, как-то так. Продолжаем двигаться по центральной улице. Здесь мило, но, конечно, довольно долго ехать. И до железнодорожного вокзала. Вон так вот в стороне от центра. Что, кстати, не очень удобно, конечно, да? Приятно, когда и автовокзал, и железнодорожный все-таки находятся в центре. И можно быстро дойти до каких-то, ну, как бы центральных объектов. Получается, что надо либо на автобусе ехать, либо долго пешком идти. И вообще автовокзал и железнодорожный вокзал находятся в нескольких километрах друг от друга. В разных вообще частях города. Автовокзал в центре, а железнодорожный на окраине. Вот в Круспилсе есть несколько таких вот концентраций населения высоких. Одна из них это Дарза-Эла, садовая улица. Здесь много пятиэтажных домов, трехэтажных. А в основном в Круспилсе, конечно, вот такие домики маленькие все. Вот она, Дарза-Эла. Очень украшают город эти деревья, которые везде посажены. Они приятны, создают уют, комфорт. Здесь концентрация людей уже побольше, потому что подъезжаем с Коли. В старшей школе. Здесь постоянно ходят всякие дети. Видите, здесь людей много. Это для тех, кто спрашивает постоянно, где люди. Наконец-то проехал детей. Слишком их было много. Мешали ехать даже. Вот. Вот это вот виду школа. Старшая школа. Она разделена, как я понимаю, на несколько зданий. А вот здесь, видите, еще такие довольно крупные дома. А в основном небольшие, видите, домики одноэтажные. Вот так вот это все выглядит. Я, наверное, вам, раз такая хорошая погода, пока что поеду за город и покажу мою любимую велодорожку, которая доходит до местного культурного центра. Тут недалеко. Посидим там с видом на коровах, посмотрим. А потом съездим в Межа-парк. Тоже поглядим. Вот, видите, вот эти вот сторонние улицы. Вот так вот. Вот это вот советский ДК, дом культуры, который сейчас, ну, соответственно, не советский дом культуры. Сюда часто всякие приезжали наши артисты. Вот российские, там юмористы и прочее. Ну, теперь тут другие выступают. Вот, мы уже постепенно приближаемся к замку. Здесь один из самых моих нелюбимых участок в дороге, когда вот еду в эту сторону, потому что он идет вверх по улице. Ну, и плитка-то такая рельефная, самая наша нелюбимая. Вот, но ничего страшного. Сейчас поднимемся немножко, потренируемся. Сегодня, блин, довольно прохладно. Как-то солнечно, но руки замерзают у меня. И держать камеру, и держать на руле. Вот, но смотрите, какая лепота осенняя. Прям сказка какая-то. Сплошное наслаждение, а не погода. Да, в такую погодку только и кататься на самокате по городу. Без всяких автобусов и прочих метро. Да, сегодня буду экономить и буду ездить по Екапелсу. Никуда не поеду. Вот. Видите, вот это уже территория. Вот здесь вот сделана такая кирпичная черепичка, ограда. Это уже, по сути, призамковое пространство. Вот там вот, за домом, там небольшая военная база. Там постоянно военные машины стоят. Вот. А замок вот уже практически мы до него доехали. Вот видите, ограда все выше и выше становится. И вот сразу же за ней нам раскрывается замок. Вот, собственно, замок. Впереди вы его видите. У меня вышло видео, выходило. Там я показывал, как сделали музей. Круто. Совсем недавно его доделали. Может, год назад. Где-то так. Он показывал улицу, уходящую в сторону. И при замке есть крутой садик. Вот так он выглядит. Здесь, правда, плитка совсем уже стала рельефная. Поэтому вы слышите много шума, к сожалению. Ну, так вот. Ну, так вот. Так вот есть. Вот. Пожалуйста. Замок, сад при нем. Вот такая вот красота. Солнце, конечно, все красит очень сильно. Здесь памятник. Здесь памятник очень колоритный времен Первой Республики. Он выходит прямо на Далгову. Далгову мы еще сегодня увидим. Надеюсь, погода еще будет хорошая. Сейчас я поеду обратно. Ну, и вот. Сейчас покажу центральный вход в замок. Ну, кстати, с той стороны Далгову немножко видна синенькая. А вот центральный вход в музей. Смотрите. Здесь вот инфотуристик. А это, собственно, и сам музей. Вот я ехал практически непрерывно, не останавливаясь. Вот за это время мы проехали большую часть города. Такой вот сравнительно небольшой городок. Но есть у него еще, скажу раз, и другая часть. То есть часть Екатес, называемая. Мы в ней еще не были с вами сегодня. В ней попозже побываем. Там, кстати, еще, видите, вдалеке, за деревьями, красивая церква. Тоже выходящая на Далгову. Холоритная. Мне очень нравится она. Красивая. Это церква. Такая вот красотенькая. Почти приехали. Вот она. Видите, церква. Почти приехали к вокзалу железнодорожному. Ну, наконец-то плитка кончается постепенно. И начинается асфальт. Дальше будет примерно он постоянно идти. И мы поедем за город. Но перед этим зайдем в магазин, купим чего-нибудь вкусненького. Тоже покажу такой стандартный магазин латвийский, как выглядят. Вот такие пироги. Вот здесь пруд. Видите, вода немножко течет. И там вот уровень другой. Мебельный магазин. Я бы в нем, наверное, работал бы, если бы здесь жил. Вот. И в этом пруду часто рыбку ловят. Там дом за беленьким. Такой многоэтажный. Там и родственники живут тоже. Здесь почему-то посреди пруда недавно убрали надпись «Екопилс». Она вот на небольшой платформе стояла. Видимо, к зиме готовят. Хрен знает. Там впереди, видите, эта дорога на вокзал. Мы с вами сегодня туда не поедем. Он рядом там совсем. Ничего особенного там нет. Вот. Но вот эта башня, которая такая советская, возвышается, это бывший сахарный завод. Довольно крупное производство местное. Но вот сейчас от него ничего не осталось. И рядом с ним лежат горы опилок. Из них делают, как я понимаю, древесные панели различные. Типа ДСП, наверное. ОСБ. Здесь уже, видите, начинается такая более-менее промышленная зона. Всякие есть магазинчики, сельхозтехники, магазины обычные продуктовые. Ну и заводы. Некоторые работающие, ну как заводы. Такие небольшие производства. Некоторые работающие, а некоторые уже обанкроченные давно. Вот. Подходим к магазинчику. Я в него люблю заходить, когда катаюсь по велодорожке. Сейчас там чем-нибудь закупимся. Вот здесь уже такая велодорожка более-менее здорового человека. Идет вдоль шоссе на Ригу, которая одна из основных в Латвии. Да, угупился Рига, Беларусь, Минск. Туда-туда уходит далеко. Ну и здесь, видите, покрытие более гладкое, более удобно ехать, прямо скажем. Видите, здесь уже плотной застройки практически нету. Есть какие-то вот остатки всяких заржавевших канистр. Там часть заброшенная, часть используется. Ну так, здесь в плане комфорта райончик так себе, конечно. Вот эти опять же проезжающие постоянно фуры мимо. Они, знаете, гораздо меньше. Вот здесь вам может показать, что их совсем много, этих фур. Просто потому, что весь Круспис, по сути, он сделан вдоль шоссе. И есть обходная дорога, но, видимо, фур настолько много, что не на всех хватает той обходной дороги. Тут вот есть хесбургер, это финская сеть бургеров. И, кстати, она крайне популярна в Латвии. По-моему, хесбургеров тут чуть ли не больше, чем макдональдсов. Но, во всяком случае, в Екапилсе, в Даугапилсе я макдональдса не знаю. А вот зато хесбургер есть. Вот, сейчас уже выйдем на такие поля красивые скоро. Скоро выйдем из застройки. Хотя местами, конечно, и тут красота. За счет вот этих падающих листьев осеннего вайба. Конечно, полная романтика везде. Я стараюсь снимать практически непрерывно, но иногда рука устает и замерзает. Поэтому я на несколько секунд отключаю камеру чисто в кармашек, руку погружаю и потом опять включаю. Вот. Ну и сказать нечего иногда бывает. Наверное, когда поедем, сейчас по прямой по велодорожке поговорим вообще про ситуацию в Латвии. Ну, с точки зрения не только вот этой урбанины всякой пресловутой. Это понятно, здесь все хорошо. Наверное, многих интересуют зарплаты. Там вот эти все рост цен. На электроэнергию, на прочие услуги. Это тут действительно есть. И есть ситуация, что и зарплаты низкие. Об этом тоже поговорим. Вот. Ну, в общем, поговорим. Отдельная проблема тут, ну или наоборот, развитие экономики. Даже не знаю, как это назвать. Ну, вырубка лесов, конечно. Очень много автомобилей, этих огромных грузовиков, которые возят опилки древесные. Вот видите, какие здесь кучи лежат. Опять же, этих опилок. Они в некоторых местах, даже внутри, как-то горят. Например, там, ближе к вокзалу, постоянно запах горящей древесины. Там дым идет. То есть, прям где-то вот внутри источник горения у них. Что, конечно, не есть хорошо. Люди живут, вот этим всем дышат постоянно. Я вот, по-моему, на камеру особо еще самосвалов с лесом не попало. Но вот особенно рядом с моей бабушкой, там лесопилка. Там куча-куча вот этих деревяшек лежит. Ну и по телевизору часто показывают историю с вырубками леса. Вот здесь это такой краеугольный камень. С одной стороны, это поддержка экономики, но с другой стороны, природа, природа страдает. Вот, постепенно выезжаем на мою любимую часть велодорожки, где максимально гладкий асфальт. Вот, он идет буквально несколько километров, доходит до Дома культуры и там заканчивается. Я бы был, конечно, счастлив, если эту велодорожку сделали прямо до Риги, ну или хотя бы до Плявенес. Но нет. К сожалению, она довольно короткая. Но идет по красивым местам. Знаете, мне напоминают велодорожки под Питером какие-то. Вот я здесь велодорожка, напоминающая мне дорогу в Стрельну, там местами она есть, где поля. А я здесь велодорожка, вот как раз таки в Екапесе, с другой стороны, у карьеры. Она мне напоминает дорогу вдоль залива, где Зеленогорск. Ну, по поводу роста цен. Вот в зимний период моей бабушке до роста платили общую коммуналку где-то на 120, на 140, они говорили иногда, евро. Какая-то больше, со 140 евро не платили. Ну, что, довольно, конечно, много. Хотя квартира у них двухкомнатная, наверное, в районе 48 метров, может, 50. примерно, как у меня. Я в Питере плачу по всем счетам в зимний период тоже где-то в районе 8 тысяч. Но это, это по нынешнему курсу столько же, но вообще чуть поменьше. В летний период они платят в районе 80 евро, где-то так. Живут втроем, так что, в принципе, втроем жить норм. Если один человек живет, не очень хорошо. Ну, и бабушка вот получает пенсию в районе 300, по-моему, 40-320, если не меньше, евро. У них больше всего толик получает. Не гражданин, между прочим, 400 с копейками. И стешит, типа, как бабушка получает. То есть, суммарно у них выходит где-то в районе 1000 евро на троих. Это, конечно, копейки очень мало. Ну, и жить довольно сложно. Много они себе не могут позволить из-за этого. Вот так вот. То есть, пенсии здесь низкие, как в России, чуть повыше. Но важно понять, что это не Рига. То есть, это такой региональный город, 130 километров от Риги. Но, видите, здесь все неплохо сделано. Но вот, с точки зрения уровня жизни, качества жизни, именно не городской среды, здесь это все есть, а вот как раз-таки зарплат, пенсий, низко все. Вот, например, еще один мой родственник, он работает охранником, ну, как сам, сутки через трое, по-моему, как так, иногда чаще, получает где-то 750, как он говорил, евро. Есть люди, которые получают больше 1000, но это такие исключения, ну, на обычных работах, да, таких не абы что там, не богатых. Вот, в принципе, 1000 евро норм. Здесь недорогая аренда жилья, то есть, в принципе, за 200 с копейками, даже за 180 можно арендовать более-менее норм жилье. В Риге даже, он за 300, в принципе, можно неплохое жилье арендовать. Смотрите, какая красота, здесь везде поля. Вот. Если покупать жилье, то, в принципе, квартиру можно и в ЕКПЛСИ и за 20, и за 24 тысячи евро купить. Такую нормальную, там, 50, вроде, 50 метров квадратных. Вот, ну, так, 28 какие-то стоят. Я смотрел, некоторые дешевле, 18, 16. Но там, как без ремонта, там хуже все сделано. Но, тем не менее, как цены на жилье здесь невысокие. в Риге даже дешевле, чем в Питере. Такие вот, сопоставимые по размеру и значимости квартиры. Так что, в принципе, с этим не такие серьезные проблемы. Счета дороже. Цены в магазинах. Цены в магазинах такие же. Тут, знаете, если, как говоришь местным, что у вас цены чуть ли не дешевле, чем в России в магазинах, они такие, у нас дорого, все. Вот, ну, вот так вот сопоставляя, но либо такие же, либо на что-то чуть повыше, а на некоторые вещи и пониже. Например, там станки-жилет. Допустим, в районе 5 штук 120 рублей, у нас там 180-200 сейчас рублей стоят. Ну, вот как-то так. То есть, там кефир, еврик, ну, 70. Большой может стоить хлеб, то же самое, там, ну, в районе 80 рублей. килограмм картошки вообще, по-моему, дешевле стоит гораздо. Вот, хотя я картошку в Питере-то не покупаю. Вон, видите, повезли деревяшки, поленья. И вот таких автомобилей довольно много ходит. То есть, это частое явление. Тут надо признать, что лес вырубает очень активно. И я, например, когда раньше приезжал, там, едешь из какого-нибудь Валги, Валки в ближайший город, Валмиру какую-нибудь. И вот люди в автобусе обсуждают вырубку лесов в их регионе. Проблема серьезная. Ну, так вот, когда мы с родственниками обсуждали, окей, у вас зарплата повыше немного, чем вот там в России. По счетам выплат чуть-чуть побольше. А у других расходов... И, в принципе, понял, что, ну да, расходы суммарные, там, дополнительные какие-то на лекарства и прочее, они повыше будут. То есть, в сухом остатке у людей остается меньше денег на что-либо. Это не очень хорошо. Хотя у меня тоже, понимаете, выборка такая, она не очень релевантная, потому что в основном пенсионеры люди работают в магазине, охранником. То есть, есть, конечно, у меня родственники, которые в более хороших местах работают, но в основном это такие, но люди, которые работают не на самых высокооплачиваемых работах. Хотя в Питере я вот именно этим и занимался тоже. То есть, сравниваясь со мной, это нормально. у меня в зимние месяцы, 16 дней в месяц я работал в интерьерном салоне с 11 до 9 вечера. У меня там в зимние месяцы и 30 бывает не получается, ну, в районе 30 тысяч зарплата. В летние, если очень хорошо продаем, потому что мы садовую мебель продавали, там, да, там может быть и вторая зарплата, но это прямо вообще, это вот мы в этом году хорошо так торговали, а раньше, ну, ну, 45, ну, это хорошо еще, там, ну, 50, ну, это прям совсем хорошо. В этом, в этом летом было и по 60 даже тысяч в месяц, вот, так что, в принципе, неплохо. Ну, и всякие отпускные платили, вот, но 60, вы должны понимать, что это у меня зарплата была совсем хорошая зарплата, у меня такое далеко не каждый месяц было, то есть, в среднем, наверное, где-то 35, 37, может быть, тысяч, вот, среднем по месяцам, ну, и плюс всякие эти подработки, два месяца там по предпадаю в одном месте 18 тысяч рублей, там, месяц, в другом 10 тысяч, 12 тысяч рублей, вузе вообще копейки, там, за год всякие группы ведешь разные, ну, платят там 50 за год, за год, ребят, ну, там и работы не так много, вот, ну, какие-то лекции, да, проведу, мне заплатят, какие-то экскурсии заплатят, ну, в общем, и целом, в среднем у меня в Питере вот так вот выходило в месяц последнее время, выходило у меня в районе, ну, может, 56 в месяц выходило, вот так вот, это в среднем, ну, в принципе, как бы, я вот так оцениваю здесь зарплаты, ну, вижу, что похожая ситуация, похожая, качество жизни при этом лучше, ну, и тут очень важно понимать любовь к стране, да, то есть, если ты вот прям не любишь Латвию, то вряд ли ты здесь приживешь, а захочешь уехать в более развитую страну, где больше платят, вот, но у меня какая-то любовь колоссальная к Латвии, поэтому мне вот все эти нюансы там копеечные, плюс-минус несколько тысяч рублей, типа разницы, мне несущественные, вот, правда. Здесь везде развита туристическая инфраструктура, что для меня крайне важно, всякие экотропы сделаны, скизнаки, информационные стенды поставлены, вот едешь, хоп, раз, видите, кафе, отель, значит, информационный стенд про место это, там сейчас дальше еще будет у культурного центра, потом едешь дальше в Плявенис, чуть-чуть проезжаешь в крупный центр Лепкални, я сегодня думал туда съездить, может съезжу еще, если к автобусу здесь на остановке присоединюсь, просто там не очень удобно, там как раз-таки до этого Лепкални нет велодорожки от Плявенис, ну и вообще Плявенис, он какой-то такой довольно сильно побитый город, латвийский, видимо, там совсем плохо все с экономикой, потому что у них сильно разница по регионам, то есть, во-первых, зависимость там Латгала или Видзимы, вот, есть разница, а еще и зависит от новоц районов от городских, тоже сильно, сильно там чувствуется иногда. вот я почти подъезжаю сейчас к культурному центру, где там в основном обычно в спорт играют, как я понимаю, по крикам из зала, ну и вообще тут эти спортивные приблуды, они очень развиты, и в основном, конечно, мне кажется, такой огромный костяк, это вот спуньгини, основной костяк людей, он занимается спортивными играми, а не какими-то вот этими культурным развитием, ну я имею в виду культурным развитием, не спортивно-культурным, а вот с точки зрения истории, там всего этого, меньше интересующихся, явно, чем спорт. Ну и поэтому для них инфраструктура больше сделана. Вот видите, вот этот огромный зал светится, это спортивный зал и дом культуры. Вот, сейчас туда заедем на территорию, там есть прикольные такие скамеечки, где можно посидеть и отдохнуть, как раз с вами может еще о чем-нибудь поболтаем. В принципе, на этом вот и велодорожка из Екопилса заканчивается, мы, наверное, проехали около 6 километров сейчас, от начальной точки до конца, может чуть поменьше, но я как-то раз замерял. Видите, здесь вот везде вот эти информационные стенды стоят, то есть все довольно неплохо. Там опять сейчас убирают листья вот этими штуками своими, не пылесосами, наоборот, вентиляторами, фенами такими специальными, они вонючие и шумят. С одной стороны, конечно, так, наверное, удобнее, но с другой стороны не самое приятное рядом с ними сидеть. Поэтому мы, наверное, сейчас немножко отъедем от этого спунгиня, от этих деревянных скамеечек и проедем чуть вперед. Я там увидел какие-то качельки. Ну, что-то мне кажется, они на частной территории, эти качельки, располагаются. Ну, во всяком случае, вот здесь чуть-чуть еще проедем, посмотрим тоже. Видите, там вот уже все, конец, и дорога превращается в шоссе и с одной, и с другой стороны. И это неудобно, ну, потому что шоссе узкое, на великах по нему тоже сложно ездить, а машин крайне много, особенно вот этих громадных фур. Зато тут, видите, есть очень красивые валунные сарайчики. Вот я в другую сторону поехал, все-таки туда дальше решил не идти, по шоссе не очень удобно. Но по поводу собак, я же их крайне боюсь. Но тут, да, есть у людей на территориях собаки, иногда они вот с куторов прям выбегают без поводка. Ну, так, шоссе подбегают, понятно, что они будут на шоссе выбегать, скорее всего, обученные этому, иначе их нахрен машина задают. В основном нет у меня этого беспокойства по поводу собак, но местами, да, местами тут, конечно, могут выбежать. У меня вот была недавно такая ситуация, ехал, ехал, спокойно повел дорожки, приезжаю мимо поля, и там такой хуторок, ну, неухоженный, а, знаете, такой просто убитый. И внезапно слышу лай, быстро, быстро пролетают. ну, наверное, на поводке, за забором, нет, прямо через поле на меня бегут, одна и вторая, а потом, конечно, обратно ехал по другой стороне, правда, уже смотрел, стояли, они прямо на елдорожке, караулили. Вот так вот. Ну, вот, слышите этот шум, это вот как раз-таки от вот этих вот фенов для листьев. Конечно, здесь ситуация не обходится без певчего поля, ну, какое место Латвия без него. Вот, ну, и тут есть деревьях несколько таких вот скамеечек, мы там и посидим. Правда, здесь есть такой нюанс, что со всех этих деревьев активно падают, по-моему, это как раз-таки ловсиные вши на меня. Может быть, сегодня похолоднее не будет этого, но вообще это была проблема в прошлые разы. Ну, и здесь вид красивый на поля, обычно они ходят коровки, сегодня как-то нет. Вот, пожалуйста, кушаю украинские чипсы. Специальные такие, видите, стикеры они клеят. Такая хорошая погода, что я решил немножко съездить за город, доехал до Лепкални. Это такая пекарня, место для отдыха на берегу Даугова. Но сейчас тут посидим немножко, потусим. Очень красивое место под Плявиняс. Ну, смотрите, какая тут красота, какие виды на Даугу. И плюс ко всему, здесь еще острова везде есть. Очень красиво, смотрите. Лепота? Хорошо. Лепкални, это пекарня, это магазин, где продают всякую выпечку, которую они делают. Ну, и вообще, они реализуют эту выпечку во многих магазинах в Латвии. Здесь есть и продажи сыров разных таких домашних, ну и прочего. То есть, такое место, ну, культовое, я бы сказал. Вот как-то так выглядит здесь все благоустройство. Здесь много всяких мест развлекательных, типа качелек и прочего. Ну, уютненько, согласитесь. На террасе всяких зайчиков поставили соломенных. Место наиприятнейшее, но про него мне еще давно рассказали родственники. Внутри магазин выглядит как-то так. Здесь довольно много интересных локальных товаров. Я купил сидр из видземы, которого никогда не видел. Ну, и тут есть водка какая-то местная, шмаковка вот, латгальская, которую я тоже как-то еще ни разу не видел. Ну, в общем, здесь много интересного есть по товарам. Я уж не говорю про еду. Вот. Ну, такая тут красота везде. Смотрите. Разные полуострова, острова. Прикольно. Вот на тот островок можно перебраться на пароме. Там, наверное, какой-то частный. Вот. А здесь есть всякие места для отдыха. Довольно неплохое место, согласитесь. Вон тут сколько мест для отдыха. Сиди не хочу. Даже какие-то индивидуальные кресла для отдыха. Ну, вот с той стороны Даугова это вот моя любимая селья, о которой я уже не раз говорил. Раскошелился на какой-то супер-пупер крафтовый сидр из Лиготне. Я был там как-то. Это недалеко от откуда отсесится. Ну, знаете, этот сидр, несмотря на то, что дорогой, но он божественно хорош. Из Сидонии сделан. Решил не ждать два с половиной часа до автобуса из Лепкални до Якопилса и поехал, вернее, даже пошел по шоссе до Плявенес. Заняло это минут десять. Вот. И тут вот пока что так. Хотя погода тоже портится. В общем, не везет мне с Плявенес. Постоянно пасмурная погода для меня. Зато смотрите, какие красивые виды на Даугову. Какой тут газончик. Я бы еще посидел и пил. У меня еще одно есть. Но я думаю, поеду ехать к вас уже. Виды просто шикарные. На Даугову отсюда раскрываются. И дорожка просто красота. валуны и литеранские кирхи сейчас, конечно, имеют особенный шарм на фоне вот этой всей осени. Ну и Плявенес, я скажу, не так плохо. В хорошую погоду, однако. не так плохо.